Здравствуйте. Вот мужчина пропал, мы его ищем. Ой, а что с ним, болеет, да? А почему пропал? Загребаем пошел, наверное? Нет, он пропал в городе, может быть... Это у нас пропал. Опрашивая граждан, показывайте им только лицо пропавшего. Люди подсознательно хотят помочь в поиске, и если увидят, во что был одет человек, начнут домысливать, фантазировать. Это лишь одно из правил, которые обязательно надо соблюдать, ведя розыск. Ему и другим премудростям в пензенском отряде Всероссийского движения «Лиза Алерт» регулярно обучают новичков. Но на тренинги «Поисок в городе» от теории к практике приходят и опытные добровольцы послушать, а если понадобится, и поделиться опытом. Что-то делать на благо общества. И раз за разом мы продолжаем ходить и принимать в этом участие. Бывают моменты, когда не хватает времени, и мы выпадаем из такого ритма жизни, но все равно, да, есть большое желание вернуться. Ну, наверное, у меня это ради эмоций, ради потребностей помогать. Работа для добровольцев движения «Лиза Алерт» есть всегда, только с начала лета к ним поступило аппензенцев 92 заявки на поиск пропавших. Есть всего несколько основных поисковых методик. Среди них ориентировки. Многие видят ориентировки, например, когда в интернете. Я знаю, что люди, ой, как вот они, вот эти ориентировки, опять я не буду делать репост. А между тем, более половины людей, которых мы находим, находятся благодаря этим самым ориентировкам. Потому что находится человек, который видел, вспоминает, где, когда видел. Находятся люди, которые вот видят прямо сейчас. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» готовы прийти на помощь 24 часа в сутки без выходных и праздников. По необходимости они развернут поисковую операцию на месте или окажут широкую информационную поддержку.